Несмотря на то, что мы находимся на спортивных состязаниях, здесь непривычная тишина. Все люди разговаривают в полголоса, стараясь не спугнуть участников соревнований лошадей. Мы в закрытом манеже, и здесь проходит чемпионат Московской области по паралимпийской выездке. Этот вид спорта впервые был признан паралимпийской дисциплины в 1996 году на Играх в Атланте. Сейчас он широко развивается по всему миру, в том числе и в Московской области. Наша региональная команда в прошлом году стала чемпионом России, а в этом – серебряным призером. Серьезное достижение. Площадкой для областных спортсменов стал национальный парк «Русь» и его отдельные клубы. Потому что для того, чтобы проводились соревнования, для того, чтобы осуществлялись тренировки, требуется определенная инфраструктура. Это и отсутствие ступенек, это доступная среда для спортсменов-колясочников, это должны быть и подходящие лошади. Лошади для паралимпийской выездки обладают кротким нравом. Они проходят серьезную подготовку, ведь управляют ими люди, имеющие различные диагнозы. А иногда лошадям приходится отвечать на сигналы всадника, подчас не совсем стандартные. А судьи внимательно смотрят за взаимодействием движений обоих участников команды. То есть лошадь должна идти равномерно, расслабленно, спокойно. То есть со стороны это должно выглядеть как такой танец. И по-хорошему усилий всадника их не должно быть заметно. Хотя некоторые послабления для участников соревнований есть. Судейская коллегия не оценивает посадку всадников. Потому что спортсмен в силу своих возможностей добивается взаимодействия с четвероногим партнером каждый своим способом. И многие пары достигают идеальной гармонии. Например, как Марина Виноградова. Пять лет назад ей поставили диагноз рассеянный склероз. Год она читала нерадужные прогнозы в интернете, пока не нашла статью о пользе конного спорта. Ну, как вы видите, я все-таки села в коляску, но совсем с другим настроением и с другим ощущением себя. Потому что в итоге я пришла к лошади, попробовав изначально этот не вид спорта, а просто как занятие ипотерапии для поддержания жизненного тонуса в себе. Для поддержания мышечного тонуса, эмоционального какого-то настроя. Сейчас Марина член сборной России. Но, к сожалению, ее первый выезд на Паралимпиаду в Рио так и не состоялся по известным причинам. И мы никак не заслуживаем того, чтобы всю сборную отстранили. Тем более конный спорт. Потому что конный спорт никогда, ни разу в жизни не был замечен в принципе в употреблении допинга. Эти спортсмены и не нуждаются в допинге. Они огромными усилиями, порой даже преодолевая боль, добиваются своих побед. У Андрея Захарутина детский церебральный паралич. Он 12 лет занимается выездкой и за это время сумел достичь неплохих результатов. За легкостью исполнения каждого движения стоят длительные тренировки. Он очень упорный и очень работоспособный. Вот он готов работать по 12 часов в сутки. Надо ограничивать. Знаете, некоторых надо подпихивать, а ему надо сказать, Андрей, достаточно. Сейчас Андрей физически крепче некоторых здоровых людей. Он в хорошей форме. И впереди его ждут международные старты в Нидерландах. А как оцениваете выступление? Все получилось? Получилось. Только хотел. Получилось, что хотел? Да. На этом чемпионате Андрей занял первое место, за что получил грамоту Министерства спорта Московской области и Кубок победителя. Но вместе с ним приз завоевала и его верная спутница – кобыла Готика. Ей достались вкусные подкормки от партнеров этого турнира. Елена Бабина, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.